Мариупольские металлурги с начала конфликта на востоке Украины постоянно говорят о проблемах, связанных с транспортным сообщением. Звучат эти заявления из уст топ-менеджеров компании Метинвест Рината Ахметова. На сегодня мы можем говорить, констатировать, что единственная наша проблема, по которой мы не можем выводить свои заводы на полную мощность загрузки, это логистика. На сегодняшний день мы не получаем сырья и не можем сбыть ту продукцию, которую производим, потому что ее просто не успевают грузить. Запреты приходят. Пока директора заводов смело говорят о проблемах с транспортом и убытках, которые терпит собственник, простые рабочие боятся говорить на камеру о своих зарплатах и условиях труда. Это ж смерть инвеста, понимаете. Что-то не так потом, проблемы. Я не хочу. Семья. Ты на оперативке должен об этом сказать. Начальник идет и говорит, что слово скажет, завтра на работу может не выходить. Как тебе они расскажут? Из 30 работников медкомбината «Азуфсталь», которых мы встретили ранним утром на заводских проходных, только один согласился говорить на камеру. Владимир работает огнеупорщиком. Он считает, что его тяжелый труд оплачивается недостаточно. Скажем так, средняя зарплата. Хотелось бы больше. По сравнению, как коммунальные услуги и продукты питания, цены не соответствуют зарплатам. При этом о проблемах с транспортным сообщением и спаде производства он читает только из газет. А меньше работать ему не приходится. Другие заводчане говорили еще и о моральном давлении со стороны руководства. На Азуфстале плохой, отвратительный психологический климат. Некоторые с трудом находили цензурные слова, рассказывая о ситуации на комбинатах. Это мединвест, это жесть, короче. Это порабощение, там со страшной силой идет. Нагибают народ. Все, что угодно, чтобы хотеть не платить. Нам будут рассказывать все, что угодно. Я работаю, обслуживаю. Там, в Карамыслах, там такое производство идет. В Советском Союзе такого производства не снилось. Я вам говорю, что столько металла производится. Куда он девается, никто не знает. Остальные так объяснили свое нежелание беседовать с журналистами. Такой нюансик. Мы подписывали бумагу, а не разрушение информации. Люди не хотят потерять работу, ведь им нужно кормить семьи. По официальным данным на ММК имени Ильича трудится около 28 тысяч мариупольцев. На Азуфстале около 30 тысяч. Почти каждая мариупольская семья так или иначе связана с заводами Митинвеста. А вы знаете, как бы просто задавать. Не нравится? До свидания. Ищите другое место работы. Ищите другое место работы. Таких, как вы, за воротами полно. Мариуполь еще называют морскими воротами Донбасса. Транспортные проблемы повлияли и на работу порта. Об этом рассказывают докеры. Грузооборот упал. Они списывают. Ну, и связано, скорее всего, это с войной. Потому что многие грузы, которые раньше были до войны, сейчас они к нам не идут. Глины нет. Много-много металла из Донецка и так далее. Там из Луганской области шло. Много всего. Да, но тем не менее, порт все равно получает прибыль. Он остается прибыльным предприятием. По словам работников порта, транспортный кризис влияет на зарплату. Но в отличие от сотрудников Митинвеста, портовики не боятся требовать улучшения условий труда. Силы, время, здоровье. Приносим сверхприбыль. Ну, как бы, стоит нам хоть чуть-чуть отщепнуть так, чтобы жизнь хотя бы ровная была. Пусть там без особых всплесков. Ну, чтобы хотя бы концы с концами сводить. Грузотправитель, грузовладелец старается сэкономить на расходах перевалки. А, соответственно, порт старается сэкономить на работниках порта. Вот и все. Чтобы защитить свои права, они создали профсоюзную организацию. Понимается, оклады и так далее. Ну, не все. Мы, как докеры, Сергей, Владимир. Мы, например, на себе это вообще абсолютно не чувствуем. Ну, просто не чувствуем. Я работаю, я хочу нормальную зарплату получать. Не 70 копеек за тонну чугуна. Когда вот люди видят на том же заводе, да, у нас в порту, как живет, допустим, верхушка администрации. Понимаете, на каких машинах ездят, да. В лучших традициях классовой борьбы большой разрыв доходов директоров и простых работников создает социальную напряженность и на заводах, и в порту. Мой, как говорится, доход в семье упал в разы. Раньше я мог себе позволить хотя бы в магазин ходить без оглядки на то, что мне не хватит денег на коммунальные услуги. Сейчас я выбираю продукты подешевле. В отличие от Митинвеста, руководство порта с журналистами встречается свободно. Там говорят, несмотря на транспортные проблемы, Мариуполь остается морскими воротами Донбасса. Порты – это вообще-то куры, которые несут золотые яйца. То есть это те предприятия, которые априори должны работать только с прибылью. Корабли под иностранными флагами с легкостью проходят Керчь и по-прежнему плывут из Мариуполя в самые разные страны. По всему миру. Прежде всего это страны Европы, Турция, Италия, Франция, Греция, Дания. То есть практически все страны Средиземноморья. Северная Африка, Египет, Тунис, Иордания, Сирия. О недовольстве докеров и создании профсоюза в администрации знают. Ситуацию комментируют так. Все портовики работают в одинаковых условиях в порту и получают, ну скажем так, одинаковую зарплату. То есть если ты докер, ты получаешь зарплату докера. Независимо от того, в каком ты профсоюзе состоишь. Объективные причины падения грузопотока, как объясняет начальник коммерческого отдела порта, действительно есть. Основные грузопотоки из порта ушли в связи с разрывами дипломатических отношений, железнодорожного сообщения нормального. Ушли грузопоток глины, ушел грузопоток угля, потому что он остался весь на неподконтрольной территории. Госкомпании и крупный бизнес лихорадят от падения грузопотоков и ситуации на железной дороге в зоне АТО. Ведь часть Донецкой ЖД осталась на неподконтрольной территории. Несколько раз взрывали мосты. Средний и мелкий бизнес часто используют для перевозок автотранспорт. Состояние дорог, естественно, это дополнительные затраты для бизнеса, потому что если дороги в разбитом состоянии, то это и, соответственно, ремонт автомобиля. В облафтодоре неоднократно обвиняли в проблемах дорог, военную технику и грузовики. Именно это, по словам дорожников, довело до плачевного состояния трассу Мариуполь-Запорожье, которая соединяет город с Большой Украиной. Якобы покрытие не выдерживает перегруза. Чтобы с этим бороться, повесили ограничивающие знаки и поставили посты с весами для грузовиков. У общественников и бизнеса свое мнение на этот счет. Каша и Малаша помажут наши дороги, которые не соответствуют той нагрузке грузовой, которую должны нести, а колоссальные деньги из бюджета потрачены. Мэр Мариуполя Вадим Боченко считает, что на ремонт одной из самых проблемных трасс Мариуполь-Запорожье выделили мало денег. Мы также ввели диалог весь 2016 год о том, чтобы трасса Мариуполь-Запорожье вошла в план капитальных ремонтов автодорожных покрытий Украины. Мы ждем, что будет именно принято решение, и те миллиарды, которые будут выделяться в 2017 году на капитальный ремонт дорог, что там мы найдем с вами трассу Мариуполь-Запорожье. Транспорт остается болевой точкой города. И в такой ситуации в первую очередь страдает большинство простых людей. Юлия Диденк, Андрей Кюрджиев, Екатерина Ковальчук. Общественное телевидение Донбасса.